человек и получается 19000 а еще по или сова на примете но если ты говоришь что 300000 за целка двадцать пятерку кернует нам мало ну даже такие сборы да я кстати это как сказать мне кажется это было когда цена у фласок там было по 2000 или больше но я сейчас сегодня купил фласок драконьего разума 50 штук и они стоили что 380 или 390 а вот миличная не знаю сколько стоит они 400-600 мне кажется есть смысл не покупать их потому что но у кого то же есть проки на них правильно на мастер зелье кто то еще что то ну а еще кому то крафтить просто с легами и все это все понятно но посмотри сколько стоит фото скверно на самом деле там очень легко выйти в плюс если есть хоть какие травы я когда кассу драконьи разум мы с расчетом что должны были сделать 20 мы сделали почти 50 но под проком грубо говоря 50 процентов ну-ка как на вас 900 подели пополам ну и какое-то могу я просто даже если это и в ноль ушло и 5 процентов всего должно быть ну да ты в ноль что и практически в смысле на 20 этих имеется ввиду на 20 фаса без прока а ты сделал 50 до ну да да то есть 20 фаса как и 10 лотосов потратил всего выиграл 50 не 20 лотосов он получается карта но но свои банки 10 10 лотосов то получится 40 банок да без прока по 2 же делается она раз раз на раз не приходит бываешь на водяда под прок очень зависит если прокает туда а если нет то сосать пока не погоди получаются те десяти раз ты крафта новый те получилось плюс 50 ну скажем тогда это сколько каждый раз прок был по 4 не каждый раз там один раз может прокнуть там же прок может даже 10 прокнуть с одного до 10 до ну без шуток там он же 10 мог про 14 говорят про около или больше там понятно что кто-то прокнула допустим 8 потом прокнула 2 ну условно говоря не каждый раз по 10 херачила понятно почта и зубы собрать еще кого собрать твой до обмена тебя только через 10 минут будет спасибо аж 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 то если там за и пышку именно лотоса закидывают все в гб ну скажем так а это же будет более профит ну и плюс свой накрафтить больше так нам же не только одни лотосы нужны но бессивности роде но они самые дорогие а тему копеечникам и 1 за голду 2 чё-то не особо дорогая все равно ну так там за голду решат купить лотос либо рыбу чё-то ну дать а влече цвет следа шипом по пять штук вот эту проблему и полече цвет науки братья до 30 голы ты купить давай синтек короче тебя assist ставь метки там чё куда чё делать рассказываю пиздец чай ролик заставили да можно с умом это даже сказал бы нужно так ну нет и вот сейчас свою идею вот примерно расскажу ты прикинешь можно или нельзя может короче кто-нибудь сюда встать вот короче волос смотри вот твоя идея как звучит рдд кто там самый скилованный вихтору я рдд бегают звездочки милики квадрате правильно в одной труда все вот так и попробуем стресса нету сдохший лежит нет он на фк до сдохшим до получается рдд то все в одной точке милики в одной точке когда рдд там убирается там лужа они просто перебегают вправо если это лужа в которой надо сбежаться то они просто с него уходит дальше стоят там правой части вот если это просто которая ну вот раз появилась урон нанесла и пропала то в теории не могут назад вернуться но если они будут быстро смещаться вправо а милики также просто они вместе ходят появляется вот эта лужа мы из нее выбегаем если нам надо сбежаться можно всем типа подбежать под левую ногу заднюю чтобы лужу типа вправо никуда-то не оставлять можете пойдем слева направо босса и соответственно так будут все дамажить и уже не будет мешать убегу в карла уже или нас короче когда ты долго все это объяснял у меня отключился мозг у всех наверно тоже но мне кажется давайте еще раз попробуем все это объяснить начнем с самого начала у босса бурибай вообще зайдет нет а вот бурибай тут у босса у босса есть три белки которые он кидает на рейд помимо того что спула кидаются метки и зеленые и фиолетовые босс блять сейчас вас кидает три вида способностей первое это пульсация которая бьет по 500 урона вокруг она прохиливается это похуй вот вторая способность это метки которые наносят 70 тысяч урона если ты стоишь один и появляется лужа когда метка заканчивается ну заканчивает тикать если ты стоишь вместе со всеми то урон делится и служи просто надо выйти и третья способность это кольца такие которые лежат на полу три секунды и по окончании трех секунд взрываются гейзером одно кольцо как они называются ладно давай посмотрим как они называются пожиратель магии вот называется вспышка тьмы линковать что-то не получается из этого как он называется из книжки она забагалась мне надо релогаться в общем вот тут написано вот давай прочитаю прям с книжки мне открыто там активация тьма вызывает активацию эффекта метка тьмы наносящая 500 идиц урона от магии тьмы всем союзникам в радиусе 5 метров раз 2 секунды в течение 10 секунд за каждый заряд метки то есть есть вас там несколько зарядов то этого ешка больше будет но от которой 500 если вы прыгаете исправно будет 500 вот эта хуйня прохиливать дальше вспышка тьмы вызывает вспышки тьмы радиусом 8 метров под каждым противником наделенным меткой тьмы вспышка активируется через три секунды нанося 15000 урона от магии тьмы вот вот эта хуйня вспышка тьмы и то есть кольца которые появились или если вы за три секунды не успеете выйдет с радиуса 8 метров то есть не успеете 10 метров пробежать то ну стоя в одной метке вы просто все сразу сдохните вот это все что надо понимать спасибо что поставили паровоз который чучуха это лучше мне тоже самое аналогичная хуйня зеленой хуйней вот есть еще такое понятие как перегрузка метки тьмы вот в течение 8 секунд наполняет метки тьмой но это случайные люди там не знаю дбм вроде них метки не ставят но у них над головой появляются галочки такие либо зеленая либо фиолетово вот нанеся 70 тысяч урона от магии тьмы распределяемого на всех противников радиусе 8 метров то есть нужно сбежаться просто в эту метку но так как вы будете так вместе стоять то просто будете перебегать когда это уже будут разливаться урод по вам будет маленький 70 тысяч на 10 человек разделить там по 7000 рон она захиливается вот но а шквальный обстрел это вы знаете вихторка и синтек я думаю прекрасно видят куда отбежать просто смотрим на них вот я буду идти спиной к стене а вы будете это за викторка там сильно хотел что говорит но кто тогда сады будет все равно придется убегать просто около реакция быстрее она вин давай ты будешь я просто что думал только говорит мне кажется даже если поставить метку и ходить всем в одной это никто не поможет людям у нас половина рейда просто пока шла и не била босса а здесь у нас будет весь рейд бить а те кто слакают они умрут сам начале а те кто не слакают будут дальше бить и выживать хорошо оказалось суть в том что мы метки все эти метки которые лужу оставляют который гейзером и суть в том что мы их в одном месте держит в этом и есть суть тактики просто все зависит от того люди успеют за три секунды выбежать или нет если типа с гейзеров за три секунды у них не хватит ни ума ни реакции выбежать за за предел этого кольца вот то будут люди умирать те кто не успевают ну сейчас пару раз повайпаемся посмотрим тактика хорошая но она она чисто рассчитана на индивидуальную реакцию а там но остальное чё там этот от лучей отбежать это вообще одну много ума не надо блять я буду у стены стоять спиной вы будете not ну это приблизительно я поставил вот допустим я собаку приведу сюда спина собаки будут примерно в звезде и вот первая метка там разольется вы перебежите там ну допустим вот милики смотрите вы стоите допустим с левой ноги собаки вот тут в квадрате до началась этот гейзер вы перебежали в этот в крест примерно так в правой ноге до провел я собаку и так дальше бегаете но если ничего нету просто вернулись когда отбьете короче эти метки уберу они не нужны примерно поняли да синтек и самое главное смотрите что вот rdd милики первая вторая party и синтек так подожди чтобы у вас было фиолетовая надо там где нас человек будет только кого-то надо отправить вала ебать это будет короче кто сваров миши сатурмаля дамажит меньше да но сатурмаля ты будешь в рдд стоять почему сатурмаля блять но у стресс может не он ордовцы сатурнели он посмотрит что вообще делать ладно давай давай тогда но стресс почти лишь в рдд значит смотрите первая вторая party и и вилаша и синтек вы начинаете слева где квадрат стоит 10 так чтобы ставить фиолетовый дебаф все остальные начинайте в их торги пускай на тебе будет звездочка вот все все стоите в одной точке с вих торгой 13 человек оставшиеся если там другая метка повеситься на вас ну надеюсь может не пускай в коте бьют пока что пускай там потом посмотрим нам тактику надо посмотреть все чек на пол так бисер же к миликам да нет и в рдд в миликах только синтек ты в рдд так но стресс где в рдд или где милики в самом конце но стресс звездочки а по призн где призн 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 в этой как он называется звезде а что он на какого-то раз свопнуть а давай и вилаша иди звездочку а призн иди в квадрат но стресс звездочки также но стресс звездочки на чилиш как и вилаша в звездочку призн в квадрат призн дамажит больше еще раз проверка так все готовы вроде дает счет посмотрим я видеть тихо я не буду я буду у стены так что смотрите сами там отбегать так ну все в принципе как я и хотел 12 человек который назвал все лептовый гера не прожим прожимайте прожимайте я нихуя не вижу сразу вам говорю кольца не увидите сами сдохните все ходим ну вот смотри минус сколько медикам и батя даже сам отлетел и ты сам отлетел рддшники они вообще не двигаются просто проблема вот этой вот тактики стоять всем в одной точке потому что надо по набосе двигаться если ты будешь двигаться невозможно двигаться всем бледи стрим там 12 путем в одном точке то есть в любом случае каждый там на 4 там 5 метров по игре сместиться получается вместо маленького круглышка получается просто ебейший здоровый круг из которого просто возможно вы даже вот еще история ставил конфликт от кого-то интересно от кого от кого ты ставил не знаешь будет искренне а вот видишь в общем в общем все круто давайте выйдем за за ворота не на здесь если ведь или тактика рдд вообще должны просто в одной точке стоять того час были гейзеры блять и он был не маленьким как как обычно а он пиздец был большим ну вот я начал выходить но люди стоят дальше ну вот мы с пола увидели нубов которые не смогли выбежать с гейзеров ладно давай это я короче по чилю и вилаша ты потанчишь босса надоело мне с не видеть нихуя надо посмотреть как вы играете со стороны то нихуя не ясно раз в тревоге позднее и по полтал печенку полотал еще и чит в ртд ну такая холи ну вилаша заебался что наверное там чили да иди поработай там потанчи этого пидора заебала это хуйня я стою спиной в стену ну смотри ты же танчила вилаша эту хуйню хотя бы в десятке тут же нихуя сложного смотри там короче такая хуйня либо два варианта либо ты бегаешь вправо-лево трешься жопой по стене и стаки не ловишь либо прыгаешь но смотри чтобы спиной горбушкой не ударялся об стену типа вот так вот а то ну типа прыжок меньше будет и она как движение меньше будет считаться и на тебя будут вешаться стаки ты короче словишь стан но там в любом случае полоска сейв зоны то есть когда поездать я вообще похую то есть эти лучи не задевают либо смотри третий вариант третий вариант это ты зажимаешь кнопку назад и вот так вот идешь шкрябаешь пятками об угол и типа в тот момент когда ты идешь вот смотрите на меня видите да я иду шкрябаю пятками на видно вот вот так вот делаешь и это считается как движение и собака на тебя стаки не вижу то есть ну фиолетовая вот эта хуйня я свищу и местами тебя какой в нравится вариант такое и делай вот ты танчишь босса теперь все наполненные вилашу метку служить я буду в рдд звездочкой будете бегать вам не еще посмотрим затуплю ли я амелики амелики которые звездочки челят они на месте стоят вообще-то мне двигаются что ну да нахуя двигаться на тебе зеленый дебаф ты его прочитай для начала зеленый дебаф если ты двигаешься ты копишь стаки если так но я на это смотрю там вообще просто стоишь и все и чуть-чуть да это больше подходит сейчас давайте посмотрим как еще разок как это будет ранее стой 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 бурябай на пусть давайте быстрее все как и было только мысли вашей местами поменялись все даю проверку на пулы на эвилашу короче инз для рдд так дает счет я понял я понял все ясно вот на нас зеленая стоим бьем встаньте звездочку в одну . не знаю я не вижу допустим и белошу ладно не надо вам ничего видеть надо его видите велошу смысле не видишь хилить не можешь ну да ну тогда забей хуй пускай сдохнет похуй ну если что подойди вперед он давай тоже немножко вперед подойду так видишь его смотри смотри на великов ебать от кайф на хуй стоять сказали в квадрате они стоят вокруг босса на хухар и водам я понял прикольно мне понравилось крутая тактика давайте звездочка готовимся ну пока что пульсация на нас ничего такого серьезного не происходит метка на танки но это нам похуй подойти немножко вперед звездой вот милик видите как я двигаюсь вот смотрите обстрел сквальный лучи двигаемся за звездочкой прошла хуйня выбежали так получается кто у нас сдохли на стресс 2 носка на кисосин у меня ложитесь вайпайтесь ну вы короче видели да когда был сквальный обстрел появились зеленые лучи но между нами были пустое пространство и в этот же момент появились гейзеры зеленые вот в тот момент когда надо перебегать из фиолетового луча который появился в зеленый который первый прошел как раз появились гейзеры на нас и тем самым мы бы из них выбежали несколько человек не успели или побежали не туда или стояли хуёво допустим там времени не хватит выбежать нет ну вот я выбежал но вот что ты рассказываешь вот я выберу а у вас рдд ну так я в рдд стою моделька вот пока даже налоги выбежал еще пока мозг человеческий не начнет работать в четком понимании нужно исполнить то что вас просят если вы вас вам сказали стоять в квадрате то вы стоите в квадрате ну чтобы не нарушать вот эту хуйню появление гейзеров кольца вот вы встали хороводом да круто было мне понравилось красиво блять но чтобы не нарушать вот эту синхронность чтобы стоять в одной точке нужно прыгать если у вас не получается прыгать ну блять значит эту собаку надо бить по другой тактике дальше приметесь или квадрат постоянно туда-сюда туда-сюда ты за ним еще же бегаешь его постоянно когда надо значит квадрату надо вебать гп и сказать чтобы он прыгал вот вот ответил но я сейчас ты будешь не вот так вот а будешь прыгать чтобы вы стояли в одной точке что еще не понятно еще раз объяснить рдд надо встать в одну точку что непонятного может быть вот встаньте звезду вот встаньте звезду 1 2 пать ой блять 3 4 видно звезду блять него тут слева него тут него так вокруг звезды об звезду блять вот так вот вот так надо делать новая рависто сову там или какого-то или какого-то дамажить отправим какого например который но стресс до призан и так с вами ты призана там давай хуй с ним на стресс меняем местами с провис там провисто сову как раз будет бафф для рдд чего а может дает сейчас про сделаем пойдем другие был своему он времени не останется вообще ну да крутая идея надо же посмотреть все тактику интересное эту тактику можно сделать но это реально зависит от к индивидуально от каждого давайте попробуем весело пока что пока что забавно я смотрю какой вайп и тис аналогично как и по другой тактике то же самое просто там места меньше а тут вместо много то есть ну отбежать реально но вы не отбегайте почему-то давайте договоримся сторона в которую мы будем отбегать если это луч если это луч то мы с вами вот смотрите стартовая точка рдд если это луч но мы отбегаем в сторону кружка не в сам кружок а в сторону кружка мы никогда не двигаемся на миликов потому что если они отбегут в нашу сторону на луче то мы словим конфликт то есть ну будет там условная пульсация на них мы словим конфликт и просто весь рейд сдохнет чтобы вы понимали если вдруг босса проведут до проведут вот в сторону туда вглубь комнаты этот танк проведет то мы с вами просто сдвинемся за звездой будька будет команда мы сдвинемся в сторону ромба уже на лучах мы отбегаем от собаки когда собаку провели мы отбегаем за ней чтобы доставать ее и танка хилить что непонятно еще на стресса нету на стресс ты где дайте шкаф сумму просто мы не договорились куда будем отбегать поэтому одни умирают другие дохнут да все правильно буря бай кидает косарь в обмен у тыкните на эту парашу мышка буря бай кладка сарь банк блокнот его потом блок шоу блокнот записал на публикую буря буй что неправильно написал никуда похуй так теперь озвучим еще раз кто стоит фиолет с фиолетовыми метками в квадрате начинают 1 2 party синтек и призом остальные 13 человек ловит фиолетовый вы блять зеленый остальные 13 стоят звездечек на пулу мили прыгать до да вы все прыгаете в квадрате не бегайте хоровод вокруг босса не крутите иначе появится 16 12 колец нахуй и просто они будут хороводом стоять и вы сдохните блять как было на первом пуле на стресс ты тут все тут блять все таймеры рассчитаны на то чтобы двигаться именно тогда когда нужно на стресс чуть и них горн есть кулак есть лапка есть каска есть пристава монет ног звонок говорит звук ног за кнопка ты знаешь приставов надо дать все приставов далее еще раз чек на пулу и все еще не можешь говоришь там по телефону влечу можно вместо ауровостояния от чего от огня да наверно зеленая будет считаться огнем ну или в перемешку там с чем-то седьмой может сошлое давай немножко вправо сместимся по ней за шкафа не видно что на полу творится вправо это куда от тебя вправо кромбику что ли осторожно только босса не с пульте вот так что ли как сова стоит супер на стресс ну чё там у тебя сова большая теплая ух сейвит от холода на синдре пригодится хруст резист на стресса нету похуй короче на стресс сдохни тысячу спула поебать дает счет пуля так надо стерею дать история че нам получается влево сместиться когда вы забыть короче если будут кольца на я хуй знает куда вы там сместитесь ну типа давайте влево тогда чтобы дальше вот rdd выбежали смотри сколько человек успела выбежать давай посмотрим уходим в сторону кружка метку садитесь на киса на приколе ровист бог вихторка на ветван цент получается минус сколько минус 8 минус все минус все разница по гостям же вы можете из лужи просто выбежать а потом сбежаться обратно только на лучах главное что не в противоположный свет луча круто мне понравилось короче клевый вайб это тактика она реально слишком требовательная потому что прыжки на этом больше тоже не работают они и тебе если он не успел за время прыжка спать то есть это поймал один стак если он не успел за время прыжка спать ты прилетаешь или 2 100 ты потом я эту хуйню я эту хуйню объяснял но могу еще раз объяснить если что за движение считается именно момент когда ты совершаешь прыжок стаки накладываются каждую секунду если ну именно объясню еще более точно стак накладывается с ноль целых девять сотых и девяносто девять тысячных секунды до ноль целых ну то есть до 1 целой и одна миллионная секунды то есть именно в момент с происхождения времени когда секунда то есть именно в этот момент накладывается стак если так получилось что ты совершил прыжок и приземлился и был вот как раз этот момент он обновится это так потом ты опять совершил прыжок приземлился и одна целая девять десятых секунды и вторая секунду понятно да причем я говорю вот так накладываются чтобы чтобы они во время прыжка скидывались они скидывают свои прыжка надо просто так пробел нажимать часто чтобы ну в момент приземления ты снова начинал новый прыжок конечно бывает типа ты попадешь именно вот этот момент что накладывается стак и ты приземлился и в этот момент не двигался как бы движение это не было по факту так наложится вот ну если вдруг видишь второй стак наложился но каким-то образом 22 раза так совпало то уж побегай вправо-лево тогда да чтобы стаки спали короче крутой босс мне понравилось но я не знаю но и да ему за его предложение смотрите вот вот просто для интереса если вам прям хочется его убить его можно убить но просто для для сравнения мы на сурке даем 300 тысяч до ну в 4 хила 300 тысяч мы даем у нас рейд в вечерней гильдии 380 дает то есть разница на 80 тысяч дпс не знаю в дпс это дело или нет ну конечно там быстрее босс умирает но если интересно как убивается босс откройте у меня на ю тубе убийство вот вчера мы убили ты тогда перед целка герой убили ттг за 20 минут просто пришли разъебали и там ну нет такой хуйни что там 7 человек падает с поводом да там конечно ну блять просто посмотрите как нужно конфликт не ловит у нас конфликте вообще не в дпс и конфликт самую на все дохнут на дно просто блять 83 дпс она из воздуха не берется и чтобы развивать этого босса надо чтобы кто-то его разъебывал блять потому что когда у нас 12 человек живых на хуй и у босса 20 лямов но это нереально там стакаются стаки вот эти которые увеличивают ну получаем урон по тебе то есть грубо говоря становится все тяжелее и тяжелее так на стрессов к так понял без него бомбить этого пидора так я тогда танчу вилаши дамажишь чек на пол так сейчас через вот мастер включу давай кин тут если что напоминаю по консулу раздается лут даю отчет на ли по консулу только класс который да именно классовые чарки на ну те те могу и на руки метки среди выходите топ и история интересно окошем она исчезнет метка и появится лучше отвернулись так на приколе не успел отбежали ван цент давакин выбегайте геру кстати почему-то не дали можете дать ровист выбегать отвернулись и два носка для пирс ловили бисера рарник захильте их 25000 от хила надо мне дать в бисера еще и отхил дайте он сдохнет сейчас в лужу блять блять то бисер сдох нахуй отбежали рови стресса и бисера сразу энер по нему два носка химиса выносите метки каску лапу пристабав по бисеру mp5 рис и ману отвернулись твой лужи так забегаете ли что там вдохните блять пиздец а диспелить надо 1 заходим в лужу в пизду я ебал заново начинаем наверное забыл рассказать что на этом боссе происходит сейчас еще диспелить заставим вы рыбая рарника не люблю тоже вы умрете зачем не диван не знаю ладно бегите сюда заходите объясняю что на этом боссе делать диспелить магию первое бисер ты в dc да так короче даешь масс диспел один раз и остальное время считаешь не заебываешься не люблю диспел лишь тоже масс диспел один раз и дальше продолжаю свою ротацию до диспеливают рарник буря бай айновен вообще не диспел лишь смотрю диспел и сейчас то есть вас диспелил кто что делал и на следующем трое посмотрю и спел только от бисера от рарника 3 а тайновена 1 айновен не диспел лишь по причине того что те надо хилить все остальные силы хилим так маги больше никто не может диспелить метки выносить на край в угол метки 2 вешается там dbm ставят метки на них чего можно сдохнуть первое отвернуться от босса когда говорят и если не отвернулись то в эфире бежите пока вас 25 ищет его не дадут бисера вы не хилили он сдох на забежал уже сдох первое это отворачиваться если хуй с ним если кто-то один не отвернулся он не по два не по три не по пять человек его надо захилить быстро все пять силов имейте ввиду это дальше милики надо отбегать кружок зеленый такой под боссом кастуется надо отбежать все что надо делать на этом боссе выносить метки отворачиваться отбегать и бить пиздец и диспелить диспелли тоже назвал кто 2 ретрика 2 приста масс диспел даете и дальше считаете не заебываетесь не до диспеливайте точечно диспелив 2 ретрика холипал не диспелит потому что ему надо хилить все акиса синтек просто кастует хил пиздец чего надеюсь после этого никто не сдохнет эфир не словит человек на полку на рыбу надо поставил рыбу ну и кстати говоря сопрот пейте у кого нету сопрот уже выпью тут магия дамажит на первом и на следующем больше тоже так еще раз проверка так все готовы дает счет вы ее защитить счет метки выносите крест череп отвернулись отбежали диспел и если место не будет там за спиной скажите отвезти все друг будет не хватать место отвернулись метки выносить отбежали свой додиспеливайте тоже там ретрика оттуда меня там присты не достает просто далеко стоит отвернулись метки выносим отбежали метки выносим отвернулись одновременно но диспелите магом сейчас нахуй сдохли отбежали блядь одекон а не этого одекона я понял нахуй диспелем отвернулись метки выбежали не люблю ладно пока не надо или зону диспелить обижали акиса тотем не люблю гимна ману отвернулись бисер гимна хп равист по айновену инер что-то у айновена маны вообще нет метки выносите бурибай возложение рук по айновену и рарник тоже возложение рук по айновену отбежали отвернулись айновен масса круг метки выносите так метки выносите не люблю гимна хп отвернулись отвернулись убежали т.к. сдох вообще как ну бас я сошел и блядь дел уже короче там отказ было две секунды мультику кому нибудь смучки 2 2 запястья хороших 1 на т.к. 2 не знаю на кого ну-ка на это ой на какого ддшника наверное одни это намного на кого на ретрика лучше все вероятно хуликов 40 процентов активирует эффект чумная метка но это т.к. это т.к. это лик смерти наносит активируете метку к мат магии тьмы ледяной удар или лик смерти это получается и на холик и на фроста ну по идее да так но не на бдк либо анхолик либо фрост только на санька тебе но хорошо палат дпс смысле лик же можно кидать там да лик смерти можно же любому кидать даже бдк да это ледяной удар тоже везде есть но она неплохая чарта на самом деле ледяной удар не используют фдк и не используют анхолик насколько я помню это на дк а дк не используют ледяной не смешите меня это одна из главных обилок насчет а дк я говорю я не знаю а дк ледяной используют а дк сейчас одними клейлами и кидают так вот это надо продолжать так 20 с отрумали очень будет усилия с этими куполами я бы получил тебя же есть такая же чарк звук не а лишь нет я поменял на другой где жена но на плечах у нас тут это хорошие забы двойная атака надо кому-то и на поясе будет еще до потока никого святос хорош мне кажется она хорошо апнет даю святосу ну и пояс что это там так и чё пуха твинку уйдет а чё это твинг нет ну я хер знаю какой то ну чё уже это новый не твинг это не твинг а сатурналия тоже ну понятно а там эгп а не эгп а там еще чё нет нет даже поролась тут 274 пухи просто так поролу ну тут консул если если классовая чарка то по консулу если не классовая общая какая-то чарка то поролу заебись короче короче расстроился что этому вару пуху дали да огорчился чуть-чуть так у тебя же такая же пуха я тебе скидал да мне токен надо когда я его выбью у тебя 58 она что ли не апнутая ну да а надо просто в десятку сходить выбить у варов просто беда что нахуй никому не нужен этот класс в десятках да можно в принципе собрать взять тебя поиск без для мультика вот сейчас чё сейчас у нас сегодня же пятница вот суббота еще есть воскресенье там десятки пособираем на 3 процента 4 процента нормальная на ретрика охуенный поиск так что я не вкориваю буря бай скорость крит ну да в принципе мутик ретрик чё буря бая закинуть или роби вам или роби а тот бисовый пояс блять на мутика я за ним скажу ну ладно откуда ты знаешь что он бисовый в приоритете потому что два процента 4 процента усиления крита еще одну чарку которая потом будет на регион энергии у фурику тоже он бисовый то есть мне тоже 4 процента улучшения крита и я себе плечи еще с бопатакой у тебя есть 4 процента крита да у меня есть плечи с бопатакой еще у меня будут три чарки тогда плюс я по прийти то уж тебя в райсе да не просто это кожа давайте просто решили вы не будете блесраться честно я лучше я лучше кожнику лучше кожнику отдам топе он все-таки его ты не может носить пускай у него будет да да ну я всегда за класс типа если ты кожу носишь ты же не пиздишь там у шаманов кольчугой или ткань у локов в резки по моему кожа отдали пола ну ладно резко там блять по и pgp хотите тоже по консулу сделаем резку не там просто вот эти в резки кожаные запа они идут только на мутика и на ретрика у ретрика нету зап со скоростью критом понятно понял 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 они бисую считают ну ты ты вообще про прозвут свой второй спек если ты про мишку имя швину нет это это уже они они заберут уже и потом уже там спокойно заберешь ну типа она не к спеху вообще по-хорошему надо сану бы выпить 58 с двумя дырками но получше намного так ну давай чё 6 хила спекнем призом спекайся кого-то с вас хилы я выкину наверно у кого с маной проблем нету синтека да да кажется так лучше будет или у дц или синтека хуй знает короче я тебя выкинул чтобы два шамана то были счет а темы поставить на ману а ну ладно у тебя принципе инер есть там похуй так 6 хилов значит чё на этом 8 все помнят или кто-то не знает есть кто не знает или напоминать значит напоминаю метки там эти короче сатурнале смотри самое главное милики это вам когда после 50 процентов хп будет босса уже будет вторая фаза там будет вешаться проклятие я-то вижу на кого на вершину вы должны эту хуйню увидеть в дебафа куся там в принципе будет дбм писать тоже красным там проклятие на мне там блять 1 2 3 ну этот инстан по консулу единственный без гп такой как бы контент сирусовский а тот контент заезженный я понял ты просто рассчитывал что у тебя то приоритет выше чем у товара варта только появился него там 2000 п а у тебя 8000 почти 9 и ему отдали этот топор у тебя этот раз 258 есть мы просто в десятку сходим и дадим тебе одну этот как он называется кусок вот у тебя лора топору оденешь кусок которая поэт эту пуху до кристалла вот это да ладно дальше объясняю значит это на второй фазе самое главное милики выбежать с этой хуйней вот эту решетку которая на полу лежит не занимайте то есть рдд милики все выбежите от нее вот потом чё пасы вам босс кастует дыхание 25 кино 5 секунд поможет лица вот эти пять секунд вам надо ну прожимать и вы какие свои конкретно вары чтобы меньше урона по вам приходил во первых сопротив все выпить у кого нет сопротив обмен войду этот самый просто нажмите оборонительную стойку она снизит получаем урон на 10 процентов это уже хорошая помощь и вам будет дальше уроки ложный выпад нажимайте это минус 50 процентов и урона потом ну два ханта это единственные кого надо захиливать посильнее маги щитом она нажимайте прям не стремайтесь похуй мана пускай потратится блоки защита от теней этот поглощение блять потом что ретрики значит папа по проку флешкой хиньте то есть прок ну вот эта флешка мгновенно хиньте хотя бы себя хиньте есть есть фрейм и подхиливайте того кто просил это будет хорошая помощь и вам ну равист у тебя в принципе моментальная хилка есть и если тоже по скилу можешь ее заюзать ну там типа моментальный этот скорость каста мгновенно становится потом что локи еще дополнительно похищение жизни пока стойте на эту хуйню чтобы еще больше подхилить себя ну и хил и соответственно свои за свою задачу знаете у вас кстати один холик 1dc мне кажется 2dc будет попрофитнее нет мы вмешать друг другу но мы просто разделим хорошо ланят мы будем мешать у хвост нет вы будете мешать 2dc на самом деле могут спокойно играть просто один 10 человек что и другой другие 10 и центрально уже кто успеет 4 навешивать ладно если у вас с этим проблема то похуй допускай так будет шаманы там цепуху понятно да на вен хилит синтек хилит все давайте посмотрим что получится самое главное мы с на веном сей выдаем когда заходим в конце в эти публики на погружение главное милики центр чтобы не засирали сейчас еще таймер включаю вилаша готов ну да у 2 отца вообще залупа пухи 45 то это похер молодежь пускай работаю эти пухи сейчас выпадет за счет этого две пухи таких выпадет блять они падают пока до в десятку еще сходим десятки две точно можно собрать знаю насчет трех десяток и вилаши тут нет что вилаши нету ладно похуй подойдет там уже во время дает счет готовимся скоро будет дыхание во время дыхания только с с сейвом себя занимаемся прохиливаемся вот дыхание что минус доху я прям он значит сейчас еще одно дыхание прохилим так синтек резцы не люблю провис вихторку оба идут там похлопайте их лужи подходите на кого они идут у баф каску лапу приставов обновите вот дыхание сейчас захильтесь хорошенько зацелитесь отравист по не люблю инер наки составь тотем не люблю геймноману проклятие с решетки вышли с проклятием висер синтек призом дворца вот мили что-то не вышел даже не выходил это 20 с хуевыми пухами там зауешьте вот дыхание прохиливая на гера нормально по максимуму стараемся прохилить милик если что сюда будем заходить в эту хуйню бублик еще многим наметом еще проклятие секунда с бубликов выходим погружение в брак даем не зыбку давай масса круза ходим в бублике выходим с бубликов выходим с бубликов ну тут уже видишь все сдохли все можете падать ложится полная залупа сказал русским языком на решетку не оставлять 4 бублика на решетке 20 стоит мили зоне остальные выносили вроде вот 4 бублика на решетки че их ну спасибо дц там урон надо стоп отжидать чтобы он там уже появилась короче да он все во время к стану и то и то то там надо дон настроить блять чтобы всем было видно на ком публике когда съебаться не в бубликах там просто он одновременно все кинул ну так можно же сгибаться в этот момент уже четвертую неделю ходим в чем проблема за четыре недели настроить одному времени в бублике вздыхать будут по-любому люди потому что ну перед бубликом если ты захочешь у тебя не full хп в бублике снижается получаемости ленина 80 процент еще два там два три бублика в одном месте да они еще дамажит помимо этого то есть во первых надо заходить в бублик локовской камни один да смотри на есть локовские камни есть камень здоровья есть сейвы этого бухой хватает на один бублик у ханта нет у него с его короче еще он тоже снижает четко еще первое дыхание какая-то залупа получилась полная ну сдох сдохли люди сейчас вот у нас 2 бркд не должны на первом дыхании и включил у любая ты включаешь ему к чему давайте этот пускай первый бурюбай дает на первое дыхание на второе дыхание рарник ну а она вентом уже на свое усмотрение а бурюбай потом как отказать через книжку включите все через книжку все кто не включил включи через книжку